Пилот Джеймс отправляется к далекой планете, которая по всем параметрам подходит для жизни. Но посадка оказывается аварийной, и попав на поверхность, мужчина решает попытаться найти спасение у местных жителей. Но оказывается, что человеческий вид заменили совершенно другие существа, и теперь по планете бродят очень недружелюбные механические создания, целью которых является уничтожение человечества. Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Никто меня не спасет. Будущее человечества. На орбите Земли строятся два корабля, получившие название «Машина-1» и «Машина-2», которые нацелены на поиск разумной жизни на ближайших планетах. Полностью автономная «Машина-2» летит на избранную планету, но связь с ней можно будет установить только когда она окажется на орбите. И вот этот день наступает. Безымянный зонд успешно проверяет и собирает необходимые данные, и теперь на планету должен высадиться человек, чтобы произвести геодезическую разведку. Пилот Джеймс летит по маршруту, считая, что в его задании нет ничего сложного, ведь он уже не раз разведывал другие миры. Поэтому готовится совершить стандартный полет и такую же посадку. ИИ его шаттла начинает отсчет, устанавливая связь с вылетевшей ранее к планете «Машиной-2» и вскоре пристыковывается к основной станции. Начинается подготовка к посадке на планету. Пилот переходит в посадочный модуль, после чего происходит схождение с орбиты. Но при посадке случается превышение скорости, а после, по неизвестной капитану причине, посадка получается аварийной. Пилот долго приходит в себя, лежа на жесткой траве, а когда наконец осознает случившееся, оглядывает негостеприимную равнину и вскоре находит горящие остатки своего посадочного модуля, из чего делает заключение, что остался без средства вернуться на работу, а значит попасть домой. Космонавт долго пытается отодвинуть момент, когда ему придется снять шлем скафандра, хотя по всем признакам атмосфера на планете пригодна для дыхания. Но все же ему приходится рискнуть и вдохнуть чужой воздух. После того, как он убеждается в его безопасности на личном опыте, капитан отправляет отчет базе, в котором подтверждает их ожидания. На первый взгляд планета пуста, хотя пригодна для жизни. Теперь он будет ждать сообщения с Земли о высланной на его спасение экспедиции. Джеймс обыскивает округу, надеясь отыскать уцелевшие припасы, но находит только пустой термос, что вызывает досаду и раздражение мужчины. Но на его счастье все же находится аварийная сумка с небольшим количеством продуктов. Наступает ночь, но капитан не может спать на голой равнине. Утром, так и не дождавшись ответа от базы, он отправляется в путь, надеясь отыскать какое-нибудь укрытие, а главное – воду. Вскоре он выходит к бурной речушке и проводит анализ жидкости, которая оказывается пригодной для питья, что уже вселяет некоторую надежду. Человек недолго отдыхает на берегу и отправляется дальше. Вскоре он обнаруживает вдалеке некий движущийся объект, который тщетно пытается рассмотреть бинокль, но так и не может понять, что это или кто. В надежде найти поддержку, он машет руками и получает в ответ выстрел. Капитан бросается бежать, надеясь укрыться от неведомого врага, но две железные фигуры идут за ним по пятам. В конце концов он укрывается в камнях и роботы, не обнаружив человека, уходят. Вскоре Джеймс находит старую запущенную дорогу и отправляется по ней, ведь она неизбежно должна привести к человеческому жилью. Но тут над ним проносятся какие-то летательные аппараты. Мужчина бежит в сторону и, оступившись, катится по каменной насыпи вниз, оказавшись у основания огромной башни, явно возведенной разумными существами. Он забирается внутрь и, найдя защищенный закуток, отключается от усталости. Проснувшись, пилот оглядывается по сторонам и приходит к неутешительному выводу, что никто не собирается его спасать. Но тем не менее, отправляет очередной отчет о наличии на планете роботов-машин, что говорит о разумной жизни, и только это дает ему надежду на возвращение домой. Изнемогая от жары, Джеймс идет дальше по старой дороге, периодически отдыхая на обочине и растягивая малые запасы продуктов. Во время одной такой остановки он задремывает и просыпается в тревоге от незнакомых звуков. Пригнувшись, мужчина следит за появившимся неподалеку роботом, которого сопровождает механическая собака. Дождавшись, пока пара отойдет подальше, Джеймс бежит к лесу. Он долго петляет между деревьями, периодически отдыхая, когда его все же находит эта странная пара. Пилот бросается бежать и, поскользнувшись, падает, повреждая руку. От страха и беспомощности мужчина сердится сам на себя и, схватив палку, бросается в нападение. Он бьет робота, разбивая ему переднюю плату, и тот начинает беспомощно кружить на месте, не в силах отыскать человека. А Джеймс бежит дальше, несмотря на раненую руку. Убедившись в отсутствии погони, пилот перевязывает кровоточащую кисть и теряет сознание. Капитан приходит в себя от того, что рядом кто-то находится, и, открыв глаза, видит рядом робота собаку. Джеймс опять хватается за палку, но механическое существо ведет себя спокойно и не собирается нападать. Пилот видит оброненный им пакет с едой и, подняв его, идет в сторону, где в процессе борьбы с роботом, а потом и бегство потерял свою сумку. Робот-собака послушно сопровождает человека, ведь хоть и железный, но все-таки еще друг. Дальше они отправляются вместе. Вскоре на обочине дороги Джеймс находит бутылку, покрытую надписями, и пока он отправляет отчеты находки, собака спокойно стоит рядом. Тут человек видит неподалеку небольшой каменный дом с разрушенной крышей и бежит к нему, надеясь найти хоть кого-то живого. Но испытывает разочарование. Дом давно пуст и разорен. Тем не менее, пилот проходит внутрь строения, и, как ни странно, в нем есть электричество. Джеймс осматривает обстановку, которая выглядит так, как будто дом покинули совсем недавно, и находит на столе оружие и видеопроектор, ключи в который мужчины видят кадры семейной хроники. Детишки играют в саду и выдувают мыльные пузыри. Взрослые жарят барбекю и пьют вино, разговаривая об угрозе войны, в которую никто не верит. Все как на далекой земле. Тут в коробке Джеймс видит вырезки из газет, в которых пестрят фотографии взрывов и нагнетается политическая обстановка. А потом над людьми из кинохроники пролетают вертолеты, и неподалеку распускается ядерный гриб. Проектор останавливается, а на глазах пилота появляются слезы. Позже он еще раз просматривает найденные вырезки и находит план подземного командного пункта, который расположен где-то неподалеку. Ночь он проводит в доме, видя во сне своего ребенка. А утром опять находит у двери робота собаку, которая так и осталась рядом с человеком. Джеймс испытывает найденный пистолет, и оказывается, что он совершенно исправен. Мужчина собирает то, что может помочь ему выжить, и выходит из дома в сопровождении песика. И тут его осеняет, что это не просто пародия на животное, а механизм, созданный для переноски чего-то. Он ставит сумку на спину робота, и собака, выпустив из туловища специальные захваты, послушно несет полученную ношу по только ей знакомому маршруту. Решив, что она идет к своему дому, Джеймс спешит следом и вскоре приходит к разрушенным зданиям. Он отправляет на базу очередной отчет о том, что, по видимости, поверхность планеты пострадала от ужасной войны. По его мнению, машины следовали указаниям создателей, которые, видимо, прячутся под землей. Мужчина надеется установить с ними контакт. В данный момент он находится у небольшого моста и собирается воспользоваться технологиями местных жителей, чтобы вернуться домой. Тем временем, собака, дойдя до определенной точки, останавливается. Пользуясь случаем, мужчина устраивает перекус и, опять загрузив робо-животное, идет следом за ним. Вскоре она приводит его к разрушенным строениям небольшого поселения и опять останавливается. Джеймс понимает, что это и было целью их путешествия, но не видит в округе ничего примечательного. Тут из бока собаки выпадает дымовая шашка. Джеймс в непонятках наблюдает за появлением завесы, когда рядом разрывается пуля, а потом еще и еще. Над головой появляется беспилотник, который целенаправленно обстреливает именно этот участок. Мужчина прячется в разрушенном доме, подзывая собаку, но та не собирается никуда двигаться и спокойно стоит под обстрелом. Поняв, что она не реагирует на его крики, пилот добегает до нее и хватает сумку. Только после этого собака идет за ним в дом, где они пытаются спрятаться от пуль, охотящегося за человеком дрона. Вскоре прилетает еще один, и они начинают планомерно утюжить территорию. А потом появляются иноземные роботы. Джеймсу приходится прятаться за уцелевшими стенами, когда роботы вступают в схватку между собой, что удивляет пилота. Но пользуясь этим, мужчина убегает из дома, когда одна из летающих машин подбивает другую. Пилот спасается из опасного поселения и идет дальше. Вскоре он находит огромную боевую пушку посреди поля, которая открывает огонь, завидев подлетающий к месту дрон. Пока орудие отвлекается на врага, Джеймс спускается по лестнице в подвал под ним, и тут же платит за свое легкомыслие, получив в лицо заряд какой-то химической дряни. Отдышавшись и придя в себя, он возвращается к сумке, достает оттуда маску и пистолет, и опять возвращается в подвал. Космонавт проникает в глубокие коридоры, где все еще есть электричество, и долго идет по ним, пытаясь отыскать настоящих хозяев. Но внезапно слышит чьи-то механические шаги, и встречает робота, которого пытается остановить пулей. Это, естественно, не удается, и Джеймс бежит по коридорам от преследующей его машины. Но, оказывается, робот идет к своей цели, и вскоре скрывается за открытой дверью, под которой лежит истлевшее человеческое тело. И тут же Джеймс получает ответ с базы, где ему сообщают о неполадках со связью, и обещают незамедлительно прислать помощь. Пилот идет дальше, и находит центр управления, в котором звучит механический голос, сообщающий о нахождении химического оружия. На экранах видеонаблюдения мужчина видит многочисленные останки, разбросанные по всему комплексу, и приходит в ярость. Как люди могли такое натворить? Тут база опять вызывает космонавта и сообщает, что помощь уже недалеко. А Джеймс видит на доске вырезки, где люди планеты обвиняют во всем пришельцев, отчего в их мире царит паника, которую только подогревают нелепые решения правительств. Полностью деморализованный пилот выходит на поверхность и видит, как над планетой разгораются ракетные взрывы, не прекращающиеся войны механизмов, давно оставшихся без своих хозяев. В отчаянии он приставляет пистолет к своей голове, но потом роняет оружие. Пути назад больше нет. Картина малобюджетная и претендует, наверное, даже не на категорию B. При знакомстве с этой картиной я бы ограничился кратким пересказом, поскольку наблюдать весь фильм, как мужик бродит по планете, не очень-то интересно. Но все равно, конечно, грустно становится от наглядности того, что может произойти с миром, если человечество не одумается и не прекратит истреблять себе подобных. За сэкономленное время и старание ставьте этому видео лайк, пишите в комментарии, как вам этот фильм. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро! Субтитры создавал DimaTorzok